С самого раннего детства мы пытаемся или стараемся обеспечить наших детей всеми, которые есть, гаджетами, телефонами, компьютерами, ноутбуками. И тем самым есть большой риск того, что ребенок может быть вовлечен общаться через определенные сайты. Такое общение может быть опасным для подростков и молодежи. Чтобы оградить детей от проявлений экстремистской направленности в сети интернет, в Одинцовском городском округе регулярно проводятся профилактические мероприятия. Безопасное детство, зимние каникулы, подросток, семья и другие. Для повышения правовой грамотности подростков прошла акция «Безопасный интернет». Мы прям выходили совместно с сотрудниками полиции, совместно с представителями управления по делам несовершеннолетних и защите их прав. И вот этим мамочкам, которые играли, да, сейчас особая обстановка у нас сложилась во всей стране, естественно, в нашем Одинцовском городском округе. Поэтому выходили туда к мамочкам, на природу выходили и рассказывали и детям, и родителям о том, какова должна быть безопасность именно в сети интернет. Полицейские проводят в школах округа тематические выставки, конкурсы, викторины. Особое внимание уделяется взаимодействию с молодежными общественными объединениями, клубами исторической реконструкции, военно-патриотическими клубами, которые отвлекают подростков от преступной деятельности и совершения правонарушений. Из-за пандемии в 2020 году многие мероприятия пришлось перенести в онлайн-формат. Однако это не помешало вовлечь более 200 подростков в кружки, секции, отряды «Юный друг полиции» и «Юнармию». У нас в Одинцово очень хорошо и активно развивается движение «Юнармия», куда мы стараемся в большей степени вовлечь и подростков, именно которые группы риска. Это у нас и совершившие преступления, и правонарушения, и просто антиобщественные действия, вплоть до того, что самовольные уходы из дома, которые совершают. Работа по противодействию экстремизму проводится комплексно. В округе действует рабочая группа, состоящая из представителей подразделений администрации по образованию, культуре, спорту, внутренней политике, делам несовершеннолетних и защите их прав, полиции. Необходимо также проводить профилактическую работу с родителями и учащимися. Нельзя оставлять без внимания свободное время при рождении детей. Все мы вместе сможем противодействовать данному направлению. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.